О нехватке медицинских масок в аптечных сетях города жители Бреста заговорили еще на прошлой неделе. Днем с огнем их было не сыскать практически в любом областном центре. Потому быстрая реакция на требования президента страны Александра Лукашенко решить этот вопрос неудивительно. Брестское швейное предприятие «Панда» сегодня полностью переквалифицировано под производство этих изделий. Для такого шага понадобились рекордно малые сроки. Основное производство приостановлено. Директор Александр Ласкович уверяет, 100 тысяч единиц в день здесь будет отшито. Мы начали работать с начала месяца на довальческой схеме с БПХО Бородыча. За это время, за эту неделю мы оформили свои сертификаты по разрешениям по выпуску масок медицинских одноразовых и многоразовых. И мы начинаем выпускать и свое производство, так и по довальческой схеме. Мы отгрузили уже 20 тысяч на Брестскую фармацию. Со следующей недели мы заключаем договор с барановической медтехникой для того, чтобы обеспечивать медицину Брестской области. Я думаю, что мы на следующей неделе перейдем практически на 100% своего производства. То есть мы будем выдавать не менее 50 тысяч многоразовых и одноразовых масок, то есть в сумме 50 тысяч в день для предприятий и медицинских учреждений города и области. Сегодня в производстве задействовано 70% довальческого сырья, 30% – собственного. Но со следующей недели руководство предприятия переходит на цифру в 90%, максимально используя свое сырье. Будет выпущено три вида масок. Первый прошел сертификацию – это одноразовые маски, которые поступят в аптечную сеть города. Два других – многоразовые, без сертификации, будут переданы предприятиям города. Сейчас это представляется просто повязкой. То есть она не сертифицирована как медицинская. Это бытовая маска. Почему? Потому что она двухслойная, внутри нет прокладки фильтрующего слоя. Значит, аналогичная маска будет выпускаться уже с сегодняшнего дня с прослойкой, значит, с фильтрующим слоем. Она прошла сертификацию как многоразовая медицинская маска. Подобные маски в городе шьют 19 фирм, как самостоятельные юридические лица, так и субподрядчики. Их работа поможет решить вопрос с дефицитом аптечного товара. На данный момент маски присутствуют эпизодически в аптеках фармации. Да, вот фармации мы поставили 20 тысяч. Фармации, да, они идут как маска бытовая. Да, да. Вот. Задача стоит такая, чтобы к концу недели обеспечить и частные аптеки всех этими масками. Сама структура промышленности города Бреста позволяет отреагировать очень быстро, оперативно. Если говорить о ценах, то Панда поставит маски в аптечную сеть города по цене 1 рубль 20 копеек. Естественно, при продаже они будут стоить немного дороже. Но до пандемии их цена варьировалась от 20 до 30 копеек. Почему произошло такое подорожание? Директор Панды дал ответ и на этот вопрос. Существует специальное оборудование для производства одноразовых масок, автоматы. Значит, этот автомат стоит, допустим, насколько я там информирован, порядка 50 тысяч долларов. Естественно, вся эта маска завозилась со специализированных предприятий, которые расположены, ну, в России есть, у нас, я в Беларуси не знаю, в Китае. Да, себестоимость той маски значительно ниже. Но мощности того оборудования в данной ситуации не позволяют обеспечить всех такими масками. Поэтому мы понимаем, что вот этот ажиотаж, который спровоцирован коронавирусом, он не вечный. И, соответственно, действительно наша маска дороже, чем китайская маска. Но в данной ситуации другого варианта нет. Над производством масок из бязи и нетканого материала «Спонбонд» здесь трудятся 200 работников. Они быстро смогли переключиться с женской и детской одежды на медицинский атрибут. Начинается всё с закройного. В закройном рулоны ткани стелют, нарезают, ставят на сечки, по которым швей наши работают, и уже упаковывают, и в пачку приносят на производство. Шьют девочки очень быстро. Они умницы. Мы привыкли на нашей фирме шить всякие изделия. Плащи, пальто, юбки, брюки, поэтому майки, поэтому пошить маску не составило никакого труда. Важно время, а не какой-то творческий процесс, умения и знания. Глава города Александр Рогачук обсудил с директором предприятия и вопрос эффективности таких масок в борьбе с коронавирусом. Есть такой медицинский термин, плацебо, да? Это когда оно реально не действует, но человек настолько сам себя внушает, и ему кажется, что он выздоравливает. Так вот, маска, вы верите в действительность маски или нет? Значит, я вам скажу, исходя из моего восприятия маски. «Маска запрещает рукам лезть к лицу». Правильно. Самое главное, что сюда не лезешь. В процессе диалога не раз повторялось. Лучшее средство защиты от коронавируса – это соблюдение советов эпидемиологов и отсутствие паники. А медицинская маска в этом только поможет. Мирослава Коваленко, Александр Воронин, телекомпания БУК-ТВ.